Семеро козлят шли в школу Когда малыш-козленок шел домой один, злой серый волк Джек охотился, поджидал добычу в лесу Этот слишком большой, а этот слишком маленький, я им не наемся Этот слишком быстрый, мне его не поймать В этот момент волк очень обрадовался, увидев малыша-козленка Ух ты! Козленочек! Мой любимый! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я теперь как миленькая бабочка, которая дружит с козлятами Пойду-ка я теперь обхитрю этого козленочка и съем его с большим аппетитом! Козленок уже почти вошел в сад своего дома, но вдруг он увидел большого серого волка прямо перед собой А? Ты злой волк Джек! Помогите! Нет, нет, я не волк, я бабочка Погляди, разве у волков есть такие усики? Но у тебя длинный хвост! Ну и большие крылья тоже! Да, ты правда бабочка! Да, да, я самая большая бабочка в лесу! Я живу в прекрасном месте! Пойдем, я провожу тебя! Но, ну, у меня сегодня школа! Это даже лучше! Мы пойдем прямо туда и обратно! Ты разве не хочешь отправиться в приключения и рассказать о нем всем друзьям в школе? Большой серый волк и козленок уходили все дальше и дальше в лес В то время как у других козлят шел урок рисования Но когда один из братьев повернулся и увидел, что его младшего брата нет Он поспешил сказать об этом учителю И они все отправились искать малыша-козленка А в это время козленок, который шел за большим серым волком, задавал ему множество вопросов Бабочки летают! А почему ты ходишь? Разве бабочки как ты не умеют летать? Бе-е-е! Да, но если я полечу, тут будет буря! Закрой глаза и медленно считай до трех Ладно Один Волк Джек привязал себя тонкой веревкой к ветве дерева Два И стал раскачиваться из стороны в сторону Три Когда козленок открыл глаза, он увидел, как волк хлопает крыльями из стороны в сторону Ба-а! Ты и вправду можешь летать! Но ветвь не могла удержать волка и сломалась И когда волк упал на землю, одно из его крыльев отлетело О-о-о! У тебя крыло сломалось! Я побегу позову на помощь! Ба-а! Постой! Ты что, никогда не видел однокрылых бабочек? Однокрылых бабочек? Ба-а! Они живут в потайных местах в лесу Пойдем, следуй за мной! Хе-хе-хе-хе-хе-хе Злой серый волк привел козленка в место в лесу Где было много упругих листьев Волк взобрался на один из листьев Подпрыгнул и взлетел в воздух Козленок, наблюдавший за волком, был зачарован Затем волк подошел к козленку Он хотел съесть его прямо сейчас Но в этот момент прилетела ворона И уселась прямо на один из усиков на голове волка А-а-а! Ворона! Помогите! Я очень сильно не люблю ворон! Прочь! Эй! Брысь! Волк быстро тряс головой И ворона схватила один из усиков и улетела А-а-а! Ворона забрала твой усик! Что же теперь будет? В мире также есть бабочки с одним крылом и одной антенкой, козленочек Что? Правда? Да! Давай я отведу тебя в пещеру, где они живут И ты увидишь все своими глазами Да! Почему бы и нет? Да! Мне это очень интересно! К тому же! Каждый, кто зайдет в эту пещеру, сможет летать! Что? Я тоже хочу летать! Очень круто! Когда братья и сестры искали козленка по всему лесу Они нашли сломанную ветку и порванный лист на земле Лист сорван и ветка сломана Кто мог это сделать лесу? А-а-а-а! А-а-а-а! Когда учитель увидела огромные следы на земле Она сразу поняла, что большой серый волк сделал это И что козленок был в опасности Она придумала план, чтобы спасти его Как только козленок вошел в логово Злой и серый волк Джек Снял с себя усик и крыло И отбросил их в сторону Ра-а-а-а! Малыш козленок очень испугался Увидев прямо перед собой волка Спасите! Ты и вправду большой злой волк! Вскоре учитель и козлята Пришли в жилище волка И спрятались по обе стороны от входа Перед выходом учитель натянула липкую ленту Которой она пользовалась в классе Затем она попросила козлят Потанцевать перед входом в пещеру Бе-е-е! 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 Услышав голоса козлят Волк сразу насторожился А-а-а! Тут еще больше козлят! Я их всех сюда заведу Волк хотел напасть на козлят Но запутался в рибкой ленте Натянутой у входа Он покатился и исчез в лесу Спасите! Спасите! Спасибо, что спасли меня Я попался в волчью ловушку Потому что я хотел быть летающим козленком Ты всегда должен оставаться самим собой Малыш козленок Не сравнивая себя с кем бы то ни было Козлята вместе вернулись в школу И продолжили занятия С радостью первого учебного дня С того дня Козленок больше не попадался на уловки Потому что то, что он узнал в школе Сделало его более осторожным в жизни Так как она никогда не любила читать Она построила из всех книг в доме Большую башню И стала веселиться Прыгая через нее Ее мама увидела это И сделала Златовласке замечание Книги для чтения Златовласка Играя с ними Ты можешь их порвать Но книги такие скучные Лучше с ними играть В этот момент Златовласка увидела книгу Которая едва не падала с подоконника Хм Откуда эта книга? Когда Златовласка захотела взять эту книгу У нее вдруг появились крылья И она полетела в сторону леса Златовласке стало очень любопытно И она побежала за книгой Эй, подожди! Летающая книга! Становись! А-а-а! Куда ты улетела? В глубине этого леса Стоял белый домик В этом домике Жила милая семья коз И в нем было Множество книг Иногда Даже их соседи-звери Брали книги почитать У семьи коз Отец козел Не мог заснуть Не почитав свои книги По плотничеству Мама коза Не выпускала из рук Книги по кулинарии А дочка козочка Обожала яркие книги сказок Замечательно! Теперь я могу сделать себе Кресло-качалку Хм! Суп из клевера Нужно готовить Только восемь минут В тот день Дочка козочка Была очень расстроена Потому что не могла найти Свою любимую книгу Хе-хе-хе-хе Я нигде не могу найти Свою книжку Где моя книга ветра? Хе-хе-хе-хе-хе Может быть, твоя книга Отправилась на прогулку по лесу Моя козочка Семья коз Пошла поискать Книгу ветра На лесной тропинке А в это время Златовласка Очень разволновалась Потому что она Заблудилась в лесу А? Как я теперь попаду домой? И книгу я тоже не нашла А-а-а И вдруг Книга ветра Как бабочка Оказалась прямо у нее за спиной Златовласка Уже почти поймала книгу Но она улетела К дому семьи коз Златовласка Подбежала к двери домика И постучала Дверь медленно открылась Здравствуйте Есть кто-нибудь дома? Златовласка Увидела сотни Желтых и розовых Толстых и тонких книг Она стала разыскивать Книгу ветра Хм... Большая толстая книга По плотничеству Она должна быть Очень скучная По всему дому Златовласка Находила книги Но ни одна из них Не была такой интересной Как книга ветра Хм... Книга по кулинарии Хм... О... Овощи Это не для меня Она так и не смогла Найти свою книгу И очень устала Когда она Свернулась калачиком Засыпая Книга ветра Подлетела ей Под голову Вместо подушки Семья коз Так и не смогли Найти книгу ветра В лесу И вернулись домой Но когда они Вошли в дом Они увидели Что все книги Разбросаны А? Кто-то выкинул Мою блотницкую книгу В камену Кто-то бросил Мою книгу По кулинарии В горшок Кто-то Нашел Мою книгу ветра Но она не только Нашла ее Но еще и превратила Ее в подушку И заснула на ней Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Когда маленькая козочка Расплакалась Ее мама и папа Сразу же подошли К ней Они очень удивились Увидев спящую В уголке Златовласку Что это за человек? И почему она разбросала наши книги? Посмотрите на эти смятые страницы! От плача козочки Златовласка проснулась О, вы, я, о, о, я Златовласка, ну... Не бойся, милая девочка, мы тебя не обидим Я просто искала эту летающую книгу ветра Извините, что вторглась в ваш дом Эта книга в твоей руке моя! Я никому ее не отдам! О, о, но мне в первый раз захотелось почитать книгу Козочка была очень упрямой, но она очень удивилась Встретив кого-то, кому книга ветра показала свои крылья Ау, ни одному ребенку до сих пор не удавалось увидеть, как эта книга летает Похоже, она выбрала тебя! Оставь ее себе! Это мой подарок! Златовласка была вне себя от счастья Она сразу же стала читать первые строки книги ветра В этот момент все книги в доме взлетели и вернулись на свои места А, другие книги в доме тоже волшебные? Хе-хе-хе! В книгах нет волшебства, Златовласка! Но у нашего воображения, которое растет благодаря книгам, есть волшебство! Уже темнеет, Златовласка, давай отведем тебя домой Твоя мама, наверное, очень волнуется Но мы еще не прочитали остальные книги Никто не может прочитать столько книг за один день Ты можешь приходить к нам, когда захочешь, чтобы почитать Семья Коз отвела Златовласку к ее саду и попрощалась с ней Златовласка пронеслась мимо мамы, улеглась на пол и сразу стала читать свою волшебную книгу Златовласка, где ты так долго была? Я гонялась за летающей книгой, мамочка Хе-хе-хе-хе! А книги разве летают? Да! Но на самом деле они не летают Но в наших мечтах может случиться что угодно С того дня Златовласка и Козочка стали друзьями по чтению Иногда они обменивались книгами Иногда они встречались, чтобы почитать вместе и помечтать Так двое друзей узнали, что волшебство книг можно узнать, мечтая И однажды мечты из книг становятся реальностью Давным-давно в маленьком домике посреди дремучего леса Жила мама-коза со своими маленькими козлятами Жили они очень счастливо Козлята были милые и ласковые А всего их было семеро Мама-коза, как и все мамы, очень любила своих малышей И как могла, защищала их от волка Однажды собралась коза за пропитанием для своих козлят А перед уходом собрала их вместе И строго наказала Милые мои козлятушки Я иду в лес за пропитанием Не открывайте дверь никому Если волк зайдет в наш дом Он съест всех нас заживо Но как мы узнаем, что за дверью волк? У волка грубый голос А у меня голос ласковый Значит, вы сразу узнаете его Коза уже было направилась к выходу Но тут вспомнила еще кое-что Она повернулась к козлятам и сказала Еще кое-что Ноги у волка черные, а мои белые Не беспокойся, мамочка Не-е-е Мы сумеем постоять за себя Мама коза поцеловала своих козлят Одного за другим И отправилась в лес А тем временем Волк наблюдал за домиком издалека Он увидел, что мама коза ушла Подождал немного А затем подобрался к домику И постучал в дверь Ме-е Кто это? Козлятки, откройте дверь Я, ваша мама Принесла для вас вкусную еду Но маленькие козлятки Сразу распознали грубый голос волка Они закричали сквозь закрытую дверь Ты не наша мама Ее голос нежный и красивый Ты волк Ты нас не перехитришь Волка очень разозлило то, что он не смог Перехитрить козлят Тогда он пошел в магазин Купил большой кусок мела И съел его Теперь его голос звучал намного нежнее Он вернулся к домику И снова постучал в дверь Теперь волк заговорил нежным голосом Мои маленькие козлятушки Откройте дверь Это ваша матушка Я принесла из леса еды для вас всех Услышав нежный голосок Козлятки решили, что это их матушка Они уже готовы были открыть дверь Но тут один из них закричал Подождите! Давайте посмотрим на ноги того, кто стучит! Конечно же, заглянув в щель под дверью Козлята увидели черные волчьи ноги Мы не откроем тебе дверь! Ножки нашей мамы не черные Они белые! Ты волк! Волк ужасно разозлился И ушел ни с чем На этот раз он пошел в булочную Увидев перед собой волка Булочник удивился Я стал вегетарианцем Теперь я буду есть только печенье и булочки Не дадите ли вы мне немного муки? Волк вышел с небольшим мешочком муки Подойдя к домику козлят Он открыл мешочек И насыпал муки себе на ноги Теперь его ноги были белые И хитрый волк постучал в дверь в третий раз Мои маленькие козлятушки Это ваша мама Я принесла вам немного еды из леса Покажи нам свои ножки Чтобы мы поняли, что ты наша мама Волк показал им свои ноги Обсыпанные мукой Когда маленькие козлятки Увидели белые ножки Они поверили, что перед ними матушка И открыли дверь Но что же они увидели? Прямо перед ними стоял волк Маленькие козлятки не знали, что делать Они стали бегать по дому И кричать от страха Не тратьте свое время Я поймаю всех вас Один из маленьких козляток Спрятался под стол Другой под кровать Третий залез в печь Четвертый укрылся на кухне Пятый прыгнул в шкаф Шестой схранился за шторой Седьмой малыш Залез в огромные часы на стене Но хитрый волк Был проворен И поймал их всех Одного за другим Где бы они не прятались Идите сюда Не убегайте Я сказал Стойте И только одного козленка волк не смог найти Того, который спрятался в больших часах Но волк был уже сыт И прекратив свои поиски Ушел из домика Недалеко от домика была поляна Волк улегся под деревом И громко захрапел Через некоторое время Мама коза вернулась домой Увидев открытую дверь Она поняла, что случилось что-то плохое И закричала Ме-е-е Козлятки! Сойдя в дом Мама коза пришла в ужас Столы и кресла были перевернуты Шторы разорваны Подушки, простыни, одеяла Валялись на полу Мама коза стала искать По дому своих маленьких козлят Но не могла их нигде найти Она звала их по именам Одного за другим Но никто не отвечал Наконец Она позвала по имени Самого младшего козленка И вдруг Услышала тоненький голосок Мамочка, я внутри дедушкиных часов Мама коза подбежала к дедушкиным часам И достала оттуда козленочка Маленький козленок плача Рассказал о том, что приключилось с его братьями Волк пришел к нам Замаскировав свои лапы Изменив свой голос Он съел всех моих братьев Мама коза была вне себя от горя Она стала оплакивать своих маленьких козлят Вместе с единственным оставшимся козленком Она вышла из домика И направилась в лес Вскоре она увидела волка Спящего под деревом Он так сильно храпел Что даже ветви дерева Сотрясались от его храпа Мама коза оглядела волка И вдруг заметила Что внутри него что-то шевелится Неужели мои детки У него в животе И до сих пор живы Тут у нее появился план Принеси мне нитку, иголку и ножницы Маленький козленок побежал домой А мама коза тем временем Собрала шесть больших камней Через некоторое время Маленький козленок вернулся С ниткой, иголкой и ножницами Мама коза вспорола волку живот И оттуда сразу выскочил Один из ее маленьких козлят Один за другим выскочили И остальные козлята Все они были невредимы Мама коза не могла поверить Своему счастью А козлятки радостно обняли маму Мамочка! Мама! Мамочка! Мамочка! Ах, мои маленькие козлятушки! Вы живы и здоровы! Мама коза набила собранными камнями Живот волку А затем, взяв иголку с ниткой Зашила его Волк так крепко спал Что ничего не почувствовал И даже не шевельнулся Мама коза и ее маленькие козлятки Поспешили домой Когда волк проснулся И встал на ноги Он понял, что у него Очень болит живот Он подумал, что съел слишком много козлят Из-за того, что живот волка был полон камней Ему захотелось пить Он пошел к реке Чтобы попить немного воды С каждым шагом волка Камни в его животе Бились друг об друга Мой живот такой полный и тяжелый Как будто козлята, которых я съел Превратились в камни Он наклонился, чтобы попить немного воды Но из-за того, что камни были очень тяжелы Волк потерял равновесие И упал в воду Волк кричал о помощи Но никто ему не помог Камни сделали волка очень тяжелым И вскоре он ушел на дно реки Помогите! Спасите! Помогите! Я помог! Помогите! Увидев, что случилось Мама коза и ее маленькие козлятки Побежали к реке Волк погиб! Волк погиб! Волк погиб! С этого дня Коза и ее козлята Больше ничего не боялись И жили долго и счастливо В своем уютном домике в лесу Алисе, Баба!